Здравствуйте, меня зовут Валерия Белоус и сейчас все о самых интересных культурных событиях на ближайшие дни. Во Дворце культуры железнодорожников 13 января состоится рождественский фестиваль «Щедрый вечер». В программе спектакль для детей, творческие мастерские выступления самодеятельных коллективов Приморья. Начало в 11 утра, вход свободный. А картинная галерея приглашает на фортепианный концерт в программе вечера «Чайковские времена года», «Рахманинов. Вариации на тему Карелии» и многие другие шедевры в исполнении солиста Тихоокеанского симфонического оркестра Евгения Соловьева. В музее имени Арсеньева открылась выставка, посвященная воспоминаниям о детстве и юности писателя Александра Александровича Фадеева. Экспозиция покажет писателя в начале жизненного и профессионального пути, о том, с кем дружил, автор, кого любил и за что боролся. Писателя называют одним из символов Приморья. В конце 2016-го ему исполнилось бы 115 лет. Отметить Старый Новый год приглашают артисты Краевой филармонии. Там пройдет большая концертная программа под руководством дирижера Тихоокеанского симфонического оркестра Анатолия Смирнова. Все гости могут услышать музыкальные иллюстрации к повести Пушкина «Метель», а также композиции Петра Чайковского. Еще выступление артистов Приморской филармонии в субботний вечер состоится в Краевой картинной галерее. Перед концертом всех желающих приглашают на обзорную экскурсию по выставке «Городской романс». Теперь немного о спектаклях. Пример не ожидается, но порадовать зрители и артисты в любом случае обещают. В Театре молодежи покажут постановку «Все начинается с любви». В Театре Горького – крейсера, а в квартире номер один – спектакль «Бабник». 15 января во Владивостоке пройдут танцевальные батлы для всех желающих. В 12 дня – начало регистрации, а далее каждый час – новое направление и выступление. Место сбора – проспект Красного Знамени, 3, второй этаж. А в концертном комплексе «ФСК Холл» состоится традиционная митрополичья «Елка» удивительной рождественской истории. Начало театрализованного представления в 13.00, после окончания будут работать творческие мастерские. Еще всех желающих приглашают на святочную вечерку во дворец культуры железнодорожников. Для вас устроят калятки и гадания, будет играть рождественская музыка, танцы, кадриль, мастер-классы, ярмарка и выступления народного театра. В Пушкинском театре – концерт Сеульского академического хора, в программе исполнения композиции Вивальди, Рахманинова и других композиторов, а также русские, корейские, народные песни. На этом пока все. Увидимся на культурных площадках города и до встречи на восьмом.